Дарить цветы, наверное, одна из самых прекрасных традиций, которая зародилась на Земле. Но сейчас уже вряд ли кто-то скажет, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Известно, что еще во времена царей и императоров существовали садовники, которые специально составляли букеты. Но не только знать стремилась окружить себя цветами. Многие обеспеченные люди старались создать сады. И это было венье моды тех лет. То есть можно сказать, что выращивать и дарить цветы – это тренд на все времена. Эко-тренд. А с вами Марина Кравцова и Марина Матвейшина в программе «Эко-тренд». Сегодня в программе. Цветочный ЗОЖ. Как оранжерейные растения готовятся к большой жизни в городе. У нас в оранжерее постоянно проводится закаливание растений. Открываются форточки, проветривание проводится. Битва ботаников. Юные самарцы меряются знаниями о жизни растений. А какое хвойное растение зиму проводят без иголок? Ароматерапия на улицах города. В каких местах можно смело дышать полной грудью? Самара станет благоухающим городом. И мы будем дышать не смоком, а ежедневно принимать цветочную терапию. Самара расцветает. В этом году ярких клумб, газонов, различных кашпо и ландшафтных фигур в городе станет больше на треть. Первые яркие представители флоры появились на улицах уже в начале мая. Перед майскими капризами погоды цветы должны устоять. На клумбы попадают только закаленные экземпляры. В теплицах их выращивают с февраля. Но условия не всегда были тепличными. У нас в оранжереи постоянно проводится закаливание растений. Открываются форточки, проветривание проводится, чтобы растение уже потом более-менее комфортно себя чувствовало. Вокруг Дворца ветеранов Парки Победы цветами засадят 40 квадратных метров клумб. Возле памятника зацвели оранжевые тагетисы. В празднику стараются успеть украсить все места, где будут проходить торжества. Над озеленением города трудятся 9 бригад садовников и цветоводов во всех районах. На улице Молодогвардейской ввысь устремились петунии. Здесь установили вертикальные конструкции. Эти называются лодочки. Всего таких многоярусных. Кашпо на Молодогвардейской и улице Куйбышево будет 30 штук. Соседями хрупких цветов будут величественные туи. Тоже в кашпо. Их в Самаре установят больше 100 штук. Труд нелегкий и кропотливый. Главное, чтобы вандалы не испортили красоту, сетуют сотрудники зеленхоза. Сами конструкции не подвергались вандализму. Нет. Но то, что касается петунии, то да, выкапывают, выкапывают жители. Хотел бы обратиться ко всем жителям нашего города. Пожалуйста. Это делается. Красота для вас. Всего только силами муниципального предприятия в этом году в Самаре цветы высадят на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Приготовили сюрпризы. Пепиарные зеленые фигуры в тематике предстоящего в следующем году чемпионата мира по футболу. И не только красными сальвиями украсили площадку рядом со дворцом ветеранов. Появились здесь и новые кусты сирени. Она один из символов весны и победы. Именно ветками сирени встречали солдат в далеком мае 45-го. С тех пор это дерево ассоциируется с великим событием. 20 молодых деревьев украсили сквер. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Алёхин сажает далеко не первое дерево в своей жизни. Как настоящий мужчина и военный построил дом и воспитал ребенка. У меня есть дочка. Она здесь в Самаре работает врачом поликлиники номер 15. Ну а я вот как видите пока еще жив, здоров. От того, что от меня зависит, я делаю. Акция «Сирень Победы» проходит в Самаре уже в третий раз. Главное, говорят ветераны, чтобы не только саженцы прижились, но и потом ухаживать за аллеей. Обязательно мы будем ухаживать. У нас в Совете ветеранов нашитывается 40 ветеранских организаций. Мы закрепим одну или две ветеранские организации, которые будут непосредственно ухаживать за посаженными сегоднями сиренью. Уже через несколько лет эта сирень будет выше человеческого роста. И ветераны надеются, что молодые люди, помогавшие сегодня сажать аллею, будут приходить сюда со своими детьми в поисках счастливых пятилистных цветков. Не только красота, но и чистый воздух. В парках, скверах и на улицах Самары больше не садят тополя. Им на смену приходят деревья благородные из семейства кипарисовых, туи и можжевельники. Полтора десятка хвойников этой весной появились в сквере героев 21-й армии. Пока еще саженцы, а через несколько лет – стройные зеленые красавицы. Туи – можжевельники, а за компанию с ними еще и барбарисы. Если можжевельник к погодным условиям по Волжье приспособлен, то туи – создание более нежное. За ней нужен особый уход. Единственное, что туи, вот мы на зиму будем ее закрывать, для того, чтобы они не получили весенний ожог от солнца, от снега. Чтобы композиция немножко была выразительной, более выразительной барбарисы. У них листья обычно даже летом красные такие, красочные. Композиция будет выглядеть вообще красочно, украшать будет вот это место. Деревья в сквере сажают в рамках программы «Цветущий город». В роли садовников – руководители самарских компаний. Саженцы также предоставили представители бизнес-сообщества. Почему именно можжевельник сажают между дорог и посреди города? Перенести он может самые суровые испытания, доказано временем. Как выглядел вечно зеленый хвойный кустарник миллионы лет назад, можно увидеть в Самарском ботаническом саду. В мае он почти эдем. Цветущие и благоухающие яблони, сирень, каштаны. Площадь сада – 40 гектаров. Программа – насыщенная. Путешествие по особо охраняемой природной территории занимает несколько часов. Увлекательный квест сопровождается познавательной экскурсией. Студентам и школьникам рассказывают об уникальных растениях и деревьях ботанического сада. А их здесь больше 3800 видов. Вот это можжевельник. Растение очень декоративное. Им сейчас украшают улицы и скверы Самары. Но этот необычный мышевельник казацкий, он занесен в Красную книгу Самарской области. Растение реликтовое до ледникового периода. Он пережил все обледенения и до сих пор растет в Жигулевском заповеднике, еще на Урале и на Кавказе. А в Международный день защиты растений. Его во всем мире отмечают. 18 мая впервые в Самарском ботаническом саду организовали экологический квест. Модное в молодежной среде развлечение подчинили науке. Будущие фармацевты разыскивают Самарский аптекарский огород. Мы прошли курс ботаники, нам предстоит экзамен. И я думаю, что это окажет огромную пользу для подготовки к нему. Ну и просто очень приятно находиться в такой атмосфере. Лес, свежий воздух. Участниками квеста стали семь команд. Маршруты разные. Дендрарий, оранжерея, участок декоративных растений. На каждой точке вопрос. А какое хвойное растение зиму проводит без иголок? Я думаю, для вас не составит труда ни для кого сказать, что это лиственница. Ну и школьники с этим вопросом не затруднятся. Разумеется, для студентов вопросы будут сложнее. Ботанический сад Самарского университета входит в Международный союз. Уникальному уголку природы в центре города уже 85 лет. В перспективе его ждет преображение и реконструкция. В разные времена в разных странах почитали определенные цветы. То есть можно сказать, что существуют и цветочные тренды. Ну, конечно, на Востоке особенно почитали хризантемы и пионы. А в Голландии любили тюльпаны. Да так любили, что в 17 веке за три луковицы купили целый дом. Поголовно занимались селекцией этих цветков. И сейчас Голландия считается страной-экспертом по тюльпанам. На Руси тоже цветы очень уважали. Особенно полевые и лесные. Девушки собирали их, плели из них витнки. Но как такового культа цветов на Руси не было. Тем более их не выращивали в огородах. Хотя во времена правления дома Романовых можно сказать, что в Россию завезли европейские цветочные традиции. При дворе появились садовники, которые выращивали герань, тюльпаны, хризантемы и розы. А сейчас тоже модно разводить цветы. Для этого не обязательно иметь целый сад. Достаточно выйти и развить цветник у подъезда или высадить цветы на балконе. Новая мода на цветы появилась и в Самаре. Вскоре по всему городу расцветут яркие шары гортензий. Более пяти тысяч этих кустарников украсят улицы, парки и скверы. Растения посадят в рамках программы «Цветущий город». Гортензии хорошо переносят морозы и могут свести не один десяток лет. У нас самые лучшие. У нас уже цветовая почка здесь, Вера. Ты видишь цветочную почку? Программа «Цветущий город» проходит в Самаре уже второй год. К украшению улиц привлекают общественные организации, частных предпринимателей и волонтеров. Этой весной гортензию сажают и на улице Ленинградская. Лунки подходящего размера и кислый торф. Все, что нужно молодым гортензиям, чтобы вскоре расцвести. Неприхотливый кустарник на набережной сажают по инициативе предпринимателей. Гортензии дамы неприхотливые. Главное, чтобы ей хватало воды. Растение живет 40 лет, поэтому полюбоваться его красотой сможет не одно поколение. Расцветет гортензия к концу июня и будет радовать жителей до поздней осени. Это делается не на один сезон, это делается на несколько лет, потому что гортензия – это кустарник многолетний, цветущий, ярко цветущий. Есть очень много различных его видов. И те сорта, которые сегодня высаживаются в рамках этой акции «Года гортензии», они абсолютно разнообразные. Сажать гортензию в Самаре планируют и на фестивале цветов, который пройдет 17 июня в парке «Дружба». По задумке, там должны появиться клумбы с цветущим кустарником. Не обошли стороной инициативные цветоводы-любители и храм искусств. Гортензии сажают и у филармонии. 200 кустов гортензии теперь обрамляют Самарскую государственную филармонию. Озеленение города проходит во всех районах. Активисты говорят, нельзя лениться. Если каждый внесет свою лепту, Самара преобразится в кратчайшие сроки. Мы думаем, если каждый посадит по цветку, это уже Самара станет благоухающим городом. И мы будем дышать не смоком, а ежедневно принимать цветочную терапию. Коренная жительница Самары и садовод со стажем Людмила Голубева работы не боится. Удобные одежды, перчатки и солнечная погода – все необходимое для посадки цветов. Вначале нужно немного удобрения, воды, потом корень, потом засыпать, немножко притопать и еще распалить. Вот так. У меня на своей даче, когда она была, очень были красивые гортензии. Они очень радовали глаз, потому что они цвели все лето белым цветом, а к осени становились розовые. И от них поднималось настроение. Я думаю, все, кто будут приходить сюда в филармонию, их тоже будут радовать эти цветы. Сто кустов гортензии высадили сотрудники УФСИНа и общественники возле двух колоний – пятой и женской пятнадцатой. А вот за решеткой, за садами ухаживают сами осужденные. Кроме цветов и деревьев, есть плантации овощей и клубники. Осужденные с энтузиазмом приняли эту акцию. И они сами ухаживают за этими деревьями, ухаживают за клубникой и, естественно, будут ухаживать за этими цветами. Им нравится, когда цветы растут, когда яблони цветут. Озеленение Самары – это не только парки, скверы и проспекты. Здесь, в Куйбышевском районе, рядом с колониями проживают люди. И важно создавать комфортную городскую среду даже в отдаленных уголках. Акции вовсе не продолжатся. В ближайшее время рядом с колониями появится еще сто кустов гортензии. Самарские цветы родом отсюда. Растить будущее украшения города начинают еще зимой. Полтора миллиона маленьких саженцев пестрым ковром расстилаются по столам теплиц зеленхоза. В этом году цветов будет еще больше. В два раза увеличится количество подвесных кашпо вдоль улиц. Цветники появятся на гостевых и туристических маршрутах. В парках будут ландшафтные композиции. Когда подрастут и окрепнут, эти тагетисы, сальвии, пеларгонии и агератумы украсят улицы, парки и скверы города. В этом году специалисты высадили больше 40 видов цветов. Подбирали тщательно, чтобы яркие клумбы как можно дольше радовали горожан. Петуния, например. Очень много сортов петунии и цветовая гамма большая. Она выдерживает загазованность города, выхлопные газы, а также может выдержать солнце, когда у нас очень солнечная погода. Из теплиц цветы в горшках и больших кассетах разъезжаются по городу. Чтобы украсить только одну клумбу, потребуется несколько сотен растений. Цветы могут украсить любой день. А когда вокруг все цветет и пахнет, как сейчас, то каждый день превращается в настоящий праздник. И продлить этот праздник можно до самых холодов. Для этого достаточно высадить цветы у подъезда дома, где ты живешь, либо у крыльца организации, где работаешь. А как вы стараетесь украсить свои будни и привнести красоту в облик любимого города? Расскажите об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» в социальной сети ВКонтакте. Ждем историй о ваших соседях, которые даже простую клумбу могут превратить в настоящее произведение цветочного искусства. А мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания. «Берегите природу, будьте тренди!» Это тебе, Марина. Ну, это тебе. Спасибо. Спасибо.